Дорога, ведущая к селу Аибга, сегодня восстановлена, завтра техника завершит работы на последнем участке. В сочинские школы уже зачислено более 7 тысяч первоклассников. Как город справится с таким наплывом учеников? Юные футболисты Сочи уже сегодня тренируются на полях Мундиаля. Совсем скоро эта спортивная инфраструктура станет полностью муниципальной. В Адлере прошел фестиваль ГТО. Он дал старт турнирам ко дню физкультурника, который будут отмечать в субботу. Дорога, ведущая к селу Аибга, восстановлена. Ранее там произошел обвал. Вот что об этом происшествии нам рассказал глава Адлерского района Денис Юрковский. Вблизи села Аибга, не доезжая 3,5 километров, произошел обвал дороги. Порядка 8-10 завалов. Это масштабные завалы, измеряются в тысячах кубометров. Дорога узкая, стесненная. Туда выехала одна единица техники, экскаватор гусеничный. На сегодняшний день дорога к Аибге, 3, 4, 5 участок восстановлен. Завтра техника переходит на 1-2 участок. В течение двух дней отработает восстановление сообщений на этом участке. С сегодняшнего дня дорога восстановлена. У жителей маршрут восстановлен. Есть выход в город. День знаний переносить не будут. Праздничные линейки в сочинских школах пройдут в субботу, 1 сентября. Набор же в первой классе еще продолжается. На сегодняшний день уже зачислено более 7 тысяч первоклассников. И это не предел. Цифра будет больше, чем в прошлом году отмечают в Управлении по образованию и науке курорта. Как отрасль решает вопросы очередей в школы и детские сады, об этом в специальном интервью начальника управления Ольги Медведевой. Первоклассников мы будем принимать до 1 сентября. На сегодняшний день принято уже 7300 человек. Это пока немного меньше. Мы понимаем, что еще будет человек 150-200 первоклассников. Не всегда удается подобрать школу по микрорайону, но для этого есть Управление образования. Если в школе нет мест, мы просим обращаться к нам. Места в школах продолжают увеличивать, в том числе за счет пристроек. Как известно, желающих жить в Сочи россиян меньше не становится. За последние пять лет количество детей на курорте увеличилось более чем на 18 тысяч. Мы уже построили 8 школ. Мы этим гордимся, но мы не останавливаемся на достигнутом. И в настоящее время уже достраиваем школу в Совет Кваджи на 400 мест детским садом, на 60 мест. Мы сдаем ее к 1 сентября. Она откроет двери для детей. Мы уже начали пристройки к двум школам по 400 мест. Это школа номер 15 на Макаренко и школа номер 82 в Дагомысе. Пристройка к 11 школе на 400 мест. Пристройка к лицею 23 на 400 мест. На старте строительство школы на Мамайке. И, как стало известно, сегодня местные специалисты ведут проектирование школы в Эмеретинской долине. Это школа на 1100 мест, детский сад на 360 мест и бассейн в одном наборе. Выделили деньги, потому что это комплекс, поэтому он стоит очень дорого, его проектирование имею в виду. 74 с небольшим миллиона. Нам надо успеть все это сделать до конца этого календарного года. Спроектировать школу, получить экспертизу. У нас идут сейчас проектные работы по ремонту здания, которое перешло в отрасль образования на Макаренко 8А. Изначально была построена как школа, там находились разные учреждения, педагогическое училище и Сочинский государственный университет. Как школа она никогда не функционировала, но наконец-таки она получит второе рождение. И за следующий, 2019 год, мы отремонтируем ее. Ремонт стоит очень дорого. И школа на 1100 мест получит свое новое рождение. В детском саду у нас сейчас, на сегодняшний день, более 22 тысяч детей. И 23 тысячи с небольшим стоят в очереди. От 3 до 7 лет, то есть это дети, которым нужен детский сад, у нас 6700 человек. У нас план по выдаче путевок, почти 7 тысяч путевок. На сегодняшний день мы уже выдали 5585 путевок. То есть нам предстоит за последние дни, за половину августа, выдать еще полтора тысячи путевок. Пока же в школах и детсадах курорта идут ремонтные работы за счет бюджетных средств и поддержки меценатов, так называемых шефов. Шефы помогают прям в этом году очень активно. Сначала первоначальная сумма была 25 миллионов, но сейчас мы видим, что уже к 30 приближается. Огромное спасибо всем нашим социальным партнерам и лично главе города, потому что он лично подбирал шефов. Кроме этого мы запланировали 8 миллионов 800 на подготовку к осенне-зимнему периоду. Праздничные линейки, как и положено, состоятся 1 сентября, несмотря на выходной день, подчеркивают в управлении образования. Начинаем же полноценно учебный год, уроки. Мы 3 сентября. Всем напоминаю, что 3 сентября – это всекубанский день безопасности, и мы будем проводить тренировочные эвакуации, инструктажи с детьми. 4 сентября – это день солидарности, борьбы против терроризма. Полтора миллиарда рублей в Краснодарском крае направили на подготовку школ к учебному году. Одна из самых важных задач – обеспечить современными системами безопасности образовательные учреждения. Это стало одной из главных тем на заседании региональной антитеррористической комиссии. Его провел губернатор края. Перед этим Вениамин Кондратьев с руководителями силовых ведомств посетили одну из туапсинских школ. Все подробности в материале наших краснодарских коллег. 11-я школа в Туапсе буквально пронизана системами безопасности. 8 наружных камер видеонаблюдения, 77 – внутри здания. Кроме этого, дистанционный пульт связи с Росгвардией. После нажатия тревожной кнопки подразделение приедет на место через 5 минут. Моментальная скорость реакции и у автоматизированной системы пожарной безопасности. И что немаловажно, все работает автономно, даже если отключится электричество. В случае подъема температуры в помещении или задымления при срабатывании датчиков пожарной охраны сигнализации, на вот этих пультах здесь у нас расположено цифровое табло. У нас загорается номер кабинета. Мы видим, где у нас очаг возгорания. В этой школе учли не только автоматику, но и продумали методы пассивной безопасности. В здании 8 выходов, которые находятся в разных частях школы. Все для того, чтобы в случае эвакуации потоки людей не пересекались. Как в реальности работает пожарная тревога, показали губернатору края. Внимание! Пожарная тревога! Прочистки и он покинет помещение. Вениамин Кондратьев вместе с начальниками управления ФСБ, МВД и МЧС проверяет готовность системы безопасности перед началом учебного года. На постах охраны в этой школе дежурят казаки, которые прошли специальную подготовку. Закрывается в канале, и там через кнопку доступа он видит, кто заходит на территорию нашей школы. Сегодня у нас очень современные средства и обнаружение любой внештатной ситуации. Нужно умело этим пользоваться. Вот увидев на мониторе тревогу или предпосылки, или уже, не дай бог, внештатную ситуацию, тот, кто здесь находится, он должен среагировать. И при том, среагировать правильно, оперативно, отдать правильные команды и передать эту информацию быстро или Росгвардии, или тем, кто сегодня обеспечивает, в том числе и пожарную безопасность. Особое внимание спецслужб направлено не только на образовательное учреждение, но и на организацию пассажирских перевозок. Стратегический объект – железнодорожный вокзал. Его пропускная возможность в Туапсе – 8,5 тысяч человек в сутки. Проследить за порядком помогает техника. Металлодетекторы на входе, камеры видеонаблюдения по периметру и внутри здания. В безопасности людей не бывает мелочей, поэтому глава региона обращает внимание на качество картинки с камер видеонаблюдения. Она должна позволять детально рассмотреть лица всех, кто проходит на вокзал. Это система опознавания личности. То есть она позволит человеку, который только подходит к вокзалу, будет проходить через рамки, уже понимать, кто перед вами. Добропорядочный гражданин. Или, по большому счету, уже преступник, который еще и в розыске находится. Вот эта система распознавания личности, я считаю, она должна стоять на всех. ЖД, авто, вокзалах, рапортах, во всех местах общего пользования. Однако системы безопасности не должны вызывать в людях чувство преследования. Технологии применяются только для предупреждения опасных ситуаций. Важно, чтобы наши меры безопасности тоже не доставляли дискомфорт и гостям, и жителям. То есть это принципиально важно. То есть все это должно работать, исходя из задач, конечно, которые вы должны выполнить. Но в то же время достаточно дружелюбно, мирно. Безопасность путей сообщения и школ стали центральными темами обсуждения на заседании антитеррористической комиссии Края. В этом учебном году в школы Края пойдут 650 тысяч школьников. Это на 20 тысяч больше, чем в 2017. Комиссия проверила школы и детские сады в 17 муниципалитетах и выяснила, что учреждения с легкостью можно пройти незамеченным. Причина – неподготовленные охранники, уверен Вениамин Кондратьев. Он еще раз напомнил главам районов о своем требовании доверить охрану учеников казакам. Давайте не будем входить в отговорки, они не нужны, еще раз подчеркиваю. Найдите, каким средством, каким способом сегодня. Задачу выполните, коллеги. Это ваша задача. Но еще раз подчеркиваю, алгоритм показали, почему по нему не идете. Ну тогда я хочу сегодня услышать ответ. Я спросил у Николана Александровича Далуда, готовы ли сегодня казачество взять полностью 100% охрану школ и детских садов. Он говорит, готовы. Если вопросы по качеству, тогда вот, пожалуйста, у всех микрофонов включены, тогда обозначи проблемы по качеству охраны, если вы считаете, что там вот так. Но в молчанку, коллеги, играть больше не нужно, еще раз подчеркиваю, не нужно. Это слишком дорогая цена, еще раз подчеркиваю. Если мы, допустим, прорехи в безопасности, в рубеже, который должен быть мощным и сильным. В рубеж, который будет защищать, в первую очередь, здоровье и жизнь наших детей. В этом году на подготовку школ край выделил полтора миллиарда рублей. Часть этих денег отправится на зарплаты квалифицированным охранникам. Однако в некоторых районах при входе в школу можно встретить сторожа, сотрудника ЧОПа или вахтера. Мы с районами по этой ситуации постоянно отрабатываем и все время слышим ссылки на то, что просто в районах нет охранных предприятий, нет людей, которые способны охранять. Но, конечно, так больше продолжаться не может, потому что мы сегодня школы финансируем в полном объеме. Уже 39 муниципалитетов выделяют бюджетные средства на охрану своих школ из бюджета муниципального. Но, тем не менее, у нас есть районы, которые привлекают родительские средства. Это Выселковский, Приморско-Ахтарский район, а на Кореновске, Мостовской. Вообще охранность осуществляется в школах исключительно за счет родителей. Решить этот вопрос нужно до начала учебного года. Осталось чуть меньше месяца. Комиссия проверила 3000 учебных заведений. Приняты около 30%. К 25 августа этот показатель должен быть стопроцентным. Выявленные нарушения должны оперативно устраняться. Сотрудники территориальных органов внутренних дел в течение августа готовы к участию в проверке учебных заведений на предмет состояния их защищенности от угроз криминального и террористического характера в составе муниципальных межзинственных комиссий. В ходе этих контрольных мероприятий особое внимание уделить обеспечению пропускного режима, целостности ограждения территории, оснащению кнопками экстренного вызова, наличию физической охраны и своевременности реагирования на счет. В безопасности дети должны быть и по пути в школу. В краевом автопарке насчитывается больше 1000 автобусов. В этом году добавят еще 233 транспортных средства. До 1 сентября их маршруты должны быть согласованы с госавтоинспекцией. В порядке должны быть и дорожные знаки, разметка и светофоры на территории вблизи школ. В целом обстановка на транспортных артериях региона оставляет желать лучшего. Краснодарский край занимает третье место в стране по количеству зарегистрированных легковых и грузовых автомобилей. Только за первое полугодие на дорогах региона произошло более 2500 аварий. Власти не могут повлиять на причины ДТП. Нужно навести порядок в сфере лицензирования, отмечает Вениамин Кондратьев. Ведь в руках водителей жизни людей. О чем можно сейчас говорить, о каком качестве, в том числе состоянии его физическом водителя, если на самом деле он может работать там сутками. Я уже не говорю про медосмотр этого водителя, неважно такси или автобуса. Тем не менее, он едет на маршрут, садит пассажиров и спокойно, без всяких препятствий, занимается пассажироперевозкой. Жителей, края, людей мы должны защищать, в том числе и от малого среднего бизнеса, если сегодня такое у него отношение. К безопасности, в первую очередь, пассажиров, которых они перевозят. И здесь не может никаких быть договоренностей и компромиссов. Жизнь людей, она бесценна. Формальные проверки для галочки. Недопустимы, считает губернатор. Еще большего внимания требуют водители-нелегалы. Только в Краснодаре насчитывается больше 20 тысяч перевозчиков, работающих без лицензии. Действенный инструмент против них – изъятие автомобиля. Чем и пользуются госавтоинспекторы. Только за последний месяц проверки на дорогах выявили 4 тысячи нарушителей. На штрафстоянку переехали больше 500 автомобилей. К этой работе нужно подходить системно, акцентирует Вениамин Кондратьев. На развитие транспортной системы Кубани уже второй год выделяют беспрецедентные суммы. Важно, чтобы дороги региона были не только комфортными, но и безопасными. Инна Чайко, Александр Иванченко, Денис Перец и Алексей Комаров. Кубань-24. Туапсе. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Проект нового Яблановского моста прошел госэкспертизу. Строительство современного дорожного перехода через реку Кубань Вениамин Кондратьев обсудил сегодня с главой Адыгеи. Новая транспортная артерия будет соединять Краснодарский край с соседней республикой. Возвести мост планируют в районе уже существующей эстакады. Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, транспортная инфраструктура – это одна из важных составляющих для дальнейшего развития двух регионов. А нынешний Яблановский мост уже сегодня просто не справляется с нагрузкой. Яблановский мост, который тоже мы сегодня говорим, то есть он тоже нуждается не просто в ремонте, а может быть в глубочайшей реконструкции. То есть это должен быть современный мост, по которому беспрепятственно должен проходить автотранспорт. Беспрепятственно они скапливаются с одной или с другой стороны моста. Транспортная инфраструктура – это начало-начал для новых точек роста в различных сферах экономики. Марат Кондратьевич, я еще раз хочу вам сказать слова благодарности, что вы нашли время в своем рабочем графике приехать с рабочим визитом и обсудить ряд проблем, которые уже с бородой, как говорится, которым уже не один, даже десяток лет. Но мы с вами находимся на том историческом этапе развития и адыгей Краснодарского края, где решение выпало на наши с вами плечи. Давайте, на самом деле я вас максимально здесь поддерживаю, вот это решение не перекладывает на плечи тех, кто будет после нас. У нас есть сегодня с вами возможность реализовать и сделать. Давайте сделаем. То есть цели, которые интересны и для Краснодарского края, и для республики, общие проекты, которые мы вместе с вами должны отстоять на федеральном уровне и синхронизировать все наши усилия. Для этого мы сегодня собрались. Если сложим ресурсы и совместно начнем продвигать эти проекты, то результаты будут, мне кажется, быстрее. Для решения многих совместных проблем будет сформирована Краснодарская агломерация. В ее состав войдут Кубанская столица с прилегающими территориями, а также Адыгейст, Тахтамукайский и Чеучешские районы республики. Власть регионов рассчитывает, что в дальнейшем это поможет решить и еще один важный вопрос – дефицит энергомощностей. Сегодня мы отчасти одна агломерация. У нас отчасти даже одно энергетическое пространство. И проблемы инфраструктурные, которые сегодня и в Краснодарском крае, и в Адыгее, они тоже у нас одни. Мы два разных субъекта, но земля у нас общая. Поэтому давайте и проблемы предлевать вместе, как настоящие друзья. Сегодня проблемы энергоснабжения, они очень серьезные проблемы, которые сдерживают развитие экономики, конечно, и инвесторы, которые сегодня приходят и в Адыгее, и в Краснодарский край, и они обращают внимание на тот дефицит энергоснабжения, который сегодня и есть. Просто нужно уже в рабочем режиме сделать такой алгоритм, а мы с Маратом Колобилиевичем его постараемся решить на всех уровнях, в том числе на уровне правительства. Я уверен, мы найдем поддержку. Нам важно действительно решить те дефициты энергомощностей, которые у нас на территории есть. А получается, это общая сеть, и Краснодар решает свою задачу. Это Мукайский район, Тючерский район, мы решаем свою задачу. Поэтому в этом направлении отработаем. Чтобы объединить усилия в работе, сразу по нескольким направлениям планируют сформировать Совет Краснодарской экономической зоны. Своего рода это будет единый центр принятия совместных решений. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Сочинская площадь Флага превратится в водную аллею. С 10 по 19 августа Сочи примет просветительскую акцию «Я – вода». Ее проводит Минприрода России. На площади будут работать интерактивные развлекательные площадки, которые помогут жителям и гостям Сочи узнать основные правила бережного отношения к воде. Гостей водной аллеи ждут высокотехнологичные фотозоны с возможностью разместить снимки в социальных сетях, интерактивные экраны и арт-объекты, на которых участники смогут оставить свой водный след. Уже сегодня начался их монтаж. На территории такой аллеи в течение 10 дней пройдут образовательные программы, в которых волонтеры расскажут о необходимости бережного отношения к воде. Сочи принял эстафету акции у Казани, Крыма и Москвы. Жители курорта ежегодно становятся одними из самых активных участников акции по уборке берегов, конкурсов детских рисунков и экологических уроков. В Адлере прошел фестиваль ГТО. Провели его в честь предстоящего Дня физкультурника, который по всей стране будут праздновать в эту субботу. На большой праздник собрались все те, кому близка быстрота, сила, ловкость, выносливость, радость движения и здоровый образ жизни. Всего около 200 детей. В рамках фестиваля ГТО ребята выполняли упражнения в нескольких видах. Это отжимания, пресс, прыжки в длину и на скакалке, набивание футбольного мяча и броски баскетбольного в кольцо, упражнения на гибкость и дартс. Данный фестиваль особенный, потому что он проводится летом в режиме работы вечерней спортивной площадки. Это дополнительная занятость нашим детям, куда с удовольствием приходят родители, бабушки, дедушки, болеют за своих детей. В завершение фестиваля те, кто выполнил упражнения с наилучшим результатом, получили заслуженные медали. Абсолютно все – заряд энергии и бодрости. Всего в Сочи работает 147 площадок нашего двора. На каждый вечером проходят подвижные и спортивные игры, веселые эстафеты, обширная и образовательная программа. До конца лета будет проводиться еще фестиваль по прыжкам на скакалке, это скиппинг-фестиваль. И также спартакиада среди вечерних детских площадок. Ну а фестиваль ГТО провели в честь предстоящего Дня физкультурника. В его рамках в Сочи запланирован целый ряд мероприятий. Они пройдут в субботу и воскресенье. Это турниры по разным видам спорта среди атлетов разных возрастов, в том числе ветеранов. Мастер-классы от чемпионов. Кроме того, отметят тех, кто вносит значительный вклад в развитие спорта в городе Сочи. Площадки нашего двора, то есть придомовые и пришкольные зоны активности для детей будут работать в Сочи до 1 сентября. За несколько лет этот социальный проект показал свою высокую эффективность. Площадку нашего двора при школе номер 100, например, ежедневно посещает до 150 человек. Одни приходят поучаствовать в веселых эстафетах, другие заниматься спортом. Здесь работает сразу несколько секций. Это волейбол, баскетбол, шахматы, футбол, гимнастика и вольная борьба. Занятия ведут профессиональные тренеры из городских спортшкол. У меня трое детей и разновозрастные ребятишки, мальчик и две девочки, поэтому как для мальчика, так и для двух девочек здесь всегда вечером можно найти занятия. Сейчас как бы каникулы, это спасает, что все руководители отдыхают, а дети здесь занимаются. Площадки нашего двора работают по вечерам с 5 до 8, когда спадает сильный зной. Сюда могут прийти не только ученики школы, но и дети из соседних дворов и других учебных заведений вне зависимости от возраста. Что касается самой сотой школы, в этом году для ее учеников подготовили массу интересного. Мы совместно с Центром внешкольной работы в этом году открыли классический балет. Я думаю, что не каждая школа может похвастаться классическим балетом, таким направлением. И нашли руководителя тоже Центра внешкольной работы по авиамоделированию. Это тоже новое направление, которое позволит развиваться детям именно в техническом плане. Напомню, что в Сочи работает 147 площадок нашего двора. Свою работу они закончат 1 сентября. Вместе со спортсменами футбольного клуба Сочи дети из городских спортшкол смогут тренироваться на полях, построенных в Чемпионату мира 2018, отвечающим всем требованиям ФИФА. После решения вопроса о передаче движимого имущества на тренировочных полях Адлера, вся современная инфраструктура станет в полной мере муниципальной. И пока завершаются соответствующие договоренности с Министерством спорта края, дети уже могут пробежаться по натуральному газону мирового уровня. Совсем недавно перед матчем с Россией на этом поле разминался первый обладатель золотого мяча из Хорватии Лука Модрич. Теперь завязывают атаки, вскрывают оборону, используют голевые моменты, новое поколение сочинских футболистов, а точнее целая армия. Чтобы услышать гимн России, вынести государственный флаг и стать частью команды «Боллбой» на Чемпионате мира, этим мальчишкам пришлось даже конкурировать друг с другом. Отбирали самых успешных и выдержанных, чтобы находиться в непосредственной близости от звезд мирового футбола, подавая мячи и сдерживать выражение собственных эмоций, не разделяя радость побед и горесть поражений с болельщиками, что было строго запрещено. Нужны стальные нервы. В конце матча, когда было пенальти, мы как раз-таки стояли сзади ворот, где были пенальти. Там все кричали, свистели, когда хорваты били. Очень обидно стало, когда наши уже проиграли, последние пенальти забили нам. Я аж присел, грустно было, обидно. Чуть-чуть хотелось поплакать, но... Но эти ребята и сами умеют побеждать. Сочинские футболисты 14-15 лет и самый большой по количеству воспитанников спортшколы по футболу в крае на сегодняшний день – лидеры первенства России. Из четырех сыгранных матчей и ни одного поражения они уже вышли из группы в основной этап. Весь мир трезвонит о том, что в России нет футбола. И в конце концов мы доказали, что в России есть футбол. И я должен сказать, что сборная России состояла не только из москвичей и из больших городов. Это, как правило, дети или воспитанники таких вот маленьких провинциальных городов. Но я не могу сказать, что Сочи провинциальный город. Но воспитанники именно вот из таких школ, они растут, вырастают и попадают в сборную России. Я надеюсь, что наше учреждение как раз то, такое учреждение, из которого должны вырасти чемпионы. Это первая тренировка на полях «Адлер-1», «Адлер-2». Родителям тренерскому составу и чиновникам города пришлось в полном смысле слова выбивать эти поля в муниципальную собственность. Теперь детям есть, наконец, где разогнаться и в полную силу ударить по воротам. Поле уникальное. Потренироваться на натуральной траве, при том, которая полностью соответствует всем мировым требованиям, конечно же, это огромное везение для тех, кто сегодня занимается в муниципальных футбольных школах. Только в муниципальных школах тренируется порядка трех тысяч детей. В день поступает по 10 звонков от новичков. К 2019 году ожидается, что число наших футболистов достигнет пяти тысяч. Благодаря поддержке муниципалитета и футбольного клуба «Сочи» проектируются дополнительные поля в Красной Поляне, Краевско-Армянском, в перспективе микрорайон Донской. Из подобной инфраструктуры у города не было ничего. Теперь есть лучшие. Футбольный клуб «Сочи» со счетом 4-1 обыграл «Зенит-2». Матч проходил на выезде в рамках очередного тура чемпионата футбольной национальной лиги. Таким образом, после пяти туров «Сочи» набрал 10 очков и теперь находится на третьем месте в турнирной таблице. Следующую игру «Сочинцы» также проведут на выезде. 12 августа наш клуб встретится с командой «Балтика» из Калининграда. Также напомню, что уже 18 августа «Сочи» проведет свой первый домашний матч на стадионе «Фишт». Наш клуб сыграет с Нижним Новгородом. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники и в группе «ФКТ ВКонтакте». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова